Когда в начале прошлого века монах Иезуит Эммануил обнаружил на острове Мальта подземный тоннель, он и не предполагал, к каким удивительным открытиям это приведет. Вход в подземелье был случайно найден строителями во время прокладки городских коммуникаций. В одиночку монах начал раскопки. Оказалось, что таинственный вход ведет в гигантскую трехуровневую систему комнат и тупиков ловушек. Это сооружение получило название гипогей, то есть подземное жилище. Считается, что это древнейший храм. Хотя о его истинном предназначении ученые спорят до сих пор. Сегодня на Мальте найдено уже 23 храма, а когда-то их здесь было еще больше. Кто и зачем построил все эти сооружения на Крохотном острове? Возможно, подсказка уже есть. Внутри самих храмов были обнаружены каменные фигурки полных женщин. Странное совпадение, но подобные статуэтки археологи нашли за тысячи километров от Мальты. На территории России. Почему между артефактами из российских костенок и мальтийскими фигурками так много общего? Может быть, они были созданы единой древней цивилизацией? Цивилизацией, в жизни которой Мальта играла особую роль. Но как она связана с Россией? Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Российской Академии Наук Константин Гаврилов исследовал стоянки древнего человека, обнаруженные в центральной части нашей страны. В том числе знаменитый костенок под Воронежем. Найденные там артефакты вызвали в научном мире немало споров и разногласий. Самые известные произведения искусства, связанные с костенками, конечно же, это изображение обнаженных женщин, так называемой Венеры и Палеолита. Их семантика до конца не расшифрована, но, разумеется, существует множество гипотез. Первые раскопки в костенках были проведены еще в 1879 году. А на сегодняшний день на территории площади всего 30 квадратных километров археологи нашли уже 60 древних стоянок-поселений, в которых жили наши далекие предки. Все эти стоянки, как говорят специалисты, относятся к разным историческим периодам. Это самый древний памятник Верхнего Палеолита, известный в настоящее время в Европе. Точно, совершенно. Это не значит, что за пределами нашей страны нет более древних памятников, но сейчас мы можем говорить, что задокументировано древнейшее поселение Верхнепалеолитическое именно в костенках. Находки, которые были сделаны на территории костенок, произвели настоящую революцию в истории и археологии. Изысканные ювелирные украшения, налобные обручи, браслеты, подвески, миниатюрные нашивки для головных уборов и одежды. Зачем все это могло понадобиться полудиким племенам охотников в эпоху Верхнего Палеолита? А может мы недооцениваем уровень развития древнего общества? Безусловно, на территории России, тем более нынешней, или тем более Российской империи, которая занимала большую часть Евразии, конечно, были древнейшие цивилизации. До сих пор в учебниках истории наших далеких предков принято изображать, как полудиких существ с дубинками в руках, способных лишь охотиться на мамонтов. Однако многие ученые признают, что такие представления в корне ошибочны. Десятки тысяч лет назад в России жили люди, не уступавшие нам в интеллектуальном и духовном развитии. Это, в общем-то, люди такие же разумные, как и мы. Отличаются от нас, ну, внешне, возможно. Хотя, если неандертальца побрить и одеть в костюм, возможно, вы его и не узнаете в толпе городской. На протяжении многих десятилетий ученые полагали, что возраст самого древнего поселения в Костенках – 32 тысячи лет. Однако не так давно эту дату пришлось пересмотреть. В Воронежской области был обнаружен слой вулканического пепла. На место выехали почвоведы и палеозаологи. Откуда мог взяться этот пепел? Ведь извержений мощных вулканов на этой территории не происходило. Этот слой пепла по своему составу аналогичен пеплу, который происходит из Италии. Вот, есть там такие флегрейские поля. Вот, извержение вулканов на этих полях привело, видимо, довольно мощное, привело к тому, что разнос этого пепла был вот такой большой по территории. И эти линзы пепла, они для археологов важны, как стратеграфический маркер, вот, отделяющий от древней памятники, верхнеполитические от более поздних. Результаты палеомагнитного и радиоуглеродного анализа вулканического пепла из Костенок оказались сенсационными. Было доказано, что люди на территории России жили более 40 тысяч лет назад. Причем это по самым скромным подсчетам. А многие специалисты убеждены, что люди в районе нынешней Воронежской области появились еще на 6 тысяч лет раньше. Самым древним сейчас считается, так называемый, горизонт очагов, стоянки Костенки-14. Вот, по радиозатопным датировкам горизонт очагов относится ко времени 44, примерно 46 тысяч лет назад. Но на этом научные потрясения не закончились. Под слоем древнего вулканического пепла нашли артефакты, которые поразили исследователей. На первый взгляд это были такие же орудия труда и украшения, сделанные из кости и камня, как и в более поздних поселениях. Однако резьба, которая была нанесена на эти предметы, была выполнена виртуозно. Оказалось, к примеру, что при создании украшений мастера использовали тонкое сверло, которое оставляло мельчайшие сквозные отверстия. Неужели никакой эволюции не было? И 46 тысяч лет назад территорию России населяли люди, владевшие более совершенными технологиями, чем их потомки. Давайте посмотрим правде в глаза. История, о которой у нас есть достоверное сведение, это только миг. Мы ничего не знаем о наших предшественниках, но уже ясно. Это не обезьяна стала человеком, а человек деградировал. Откуда на территории современной России в Воронежской области появились люди? И не дикие племена, а те, кто мог из доступных материалов создавать настоящие произведения искусства. Член русского географического общества Лидия Ефимова убеждена, что следы предков самой древней цивилизации Земли нужно искать на севере. Сама она совершила уже несколько научных экспедиций в самые труднодоступные уголки Кольского полуострова. Эти гигантские камни, поросшие мхом, были обнаружены во время недавней экспедиции Ефимовой. Поверхность мегалитов слишком ровная, словно кто-то специально ее обрабатывал. Могут ли эти глыбы быть остатками древних сооружений? Лидия Ефимова считает, что именно на севере впервые были применены те технологии, которые потом распространились по всему земному шагу. Некоторые моменты, обнаруженные на этих блоках, например, не просверленные современным сверлом, а именно как шлямбуром выбито. И рисунок вот этих отверстий, которые мы находим на Кольском полуострове, один к одному совпадает с теми отверстиями, которые есть на стенах храма, пирамид Древнего Египта. Уже несколько лет Лидия Ефимова и ее коллеги изучают эту древнейшую обсерваторию, обнаруженную на побережье Баренцево море. Каждая каменная глыба здесь установлена на точно рассчитанном месте. Это визиры, по которым в древности вели наблюдение за Солнцем, Луной и другими небесными объектами. Солнце сейчас, вот рука моя, как раз показывает, моя рука показывает на Солнце. Вот так идет эта линия и выходит на этот камень. Так что эти камни тоже не случайны. Неужели древнейшая обсерватория действует и сегодня? И отсюда можно вести наблюдение за небесными светилами. Но как удалось столь точно рассчитать местоположение каждого камня? Создать систему, которая безотказно работает уже несколько тысячелетий? Вокруг главного визира было выложено два кольца из камней разной величины. Все они дублируют местоположение небесных тел. За многие тысячелетия обсерватория была частично разрушена, но она не перестала функционировать. На обсерватории Вороны нам наконец-то удалось за более чем 10 лет наблюдений поймать Солнце в полночь летнего солнцестояния. В 1 час 56 минут. И увидеть, как идет тень от центрального визира этой обсерватории. И мы получили в прошлом году полное подтверждение еще в осеннее равноденствие. Восход и заход Солнца тоже повезло было Солнце. Мы зафиксировали вот эти моменты, тоже отмеченные древними. Многочисленные постройки из гигантских каменных глыб, найденные рядом с обсерваторией, ученые долго принимали за подобие современных скульптур. Здесь нашли каменные фигуры, похожие на бегемота. Это гигантский топор, трон. Однако оказалось, что все они в древности также выполняли определенную функцию. Так, каменный трон был частью пригоризонтной обсерватории. Значит, древняя обсерватория есть пригоризонтная. Там есть трон, прям такое кресло, очень удобное, в котором можно ложиться, и голова фиксируется. Ты смотришь на восток и наблюдаешь восход звезд пригоризонтных. И точки, где находятся звезды... На Кольском полуострове группа Ефимовой обнаружила еще одну удивительную находку. Гигантскую карту звездного неба. Она выложена на поверхности Земли камнями разной величины. Причем на карте были обозначены только так называемые циркумполярные созвездия. Те, которые раз в 26 тысяч лет становятся центром, вокруг которого вращаются все звезды. Откуда об этом было известно жителям Кольского полуострова? Мы сначала прошли, увидели голову дракона, хвост, как он разворачивается, все как половина. Потом мы прошли, нашли созвездие Лебедь, созвездие Лиры с вегой громадной, созвездие Цефея. Потому что все эти созвездия выложены крупными камнями. И ни одного крупного камня лишнего на этой площадке нет. Для чего понадобилось вести столь пристальные наблюдения за передвижением небесных тел? Прилагать столько усилий для создания из каменных глыб визиров обсерваторий звездных карт? По одной из гипотез, цивилизация, оставившая свой след на севере России, прибыла на нашу планету из космоса. Технические возможности и знания пришельцев и их потомков позволили им создать столь грандиозные мегалитические объекты. Наша обязанность понимать, первое, две вещи, что во Вселенной, безграничная, однозначная масса цивилизаций. Сегодня уже есть, ну, по крайней мере, у тех, кто изучает космос профессионально, понятие экзопланета. Этих экзопланет уже открыто 600. Это я отговорю только по прошлому году. А в ближайшем будущем их, так сказать, как бы проверяют, перепроверяют более двух тысяч. Это в наших, можно сказать, почти окрестностях. По этой версии представители древнейшей цивилизации могли переселиться на Землю. После того, как их собственную планету постигла глобальная катастрофа. Постоянные астрономические наблюдения должны были помочь спрогнозировать повторение подобной катастрофы уже здесь, на Земле. И, похоже, наши далекие предки действительно своевременно зафиксировали изменение угла наклона земной оси. Они успели подготовиться к похолоданию, изменившему облик нашей планеты. Они владели знаменими астрономией, положением вещей. И у них были средства, они владели такими технологиями, что они могли создать вот эти подземные города и спастись там. Эти фотографии являются уникальными. Они сделаны Лидии Ефимовой внутри подземных тоннелей, которые были обнаружены ею на Кольском полуострове. До сих пор не ясно, когда были построены гигантские подземелья протяженностью в несколько километров. Кто и как их использовал. История исследования этих объектов окутана самыми волнующими шпионскими таймами. Следы древней цивилизации на севере искали давно. И не только ученые. В начале 20 века в Третьем Рейхе работал мощнейший исследовательский центр. Сотрудники которого вели настоящую охоту за древними артефактами. Особенно их интересовали приполярные регионы. За баснословную сумму, миллион марок, они даже купили у советского шпиона-разведчика Якова Блюнкина древние манускрипты, привезенные им из степя. Послали туда делегации. Вот, Блюнкину выдали то, что не выдавали никому. Среди документов Блюнкина были схемы внутреннего устройства земли, а также карты неких подземелья, где, как верили немцы, до сих пор живет древняя цивилизация. У нее захватчики были намерены позаимствовать технологии и оружие. Священные тексты гласили, что входы в этот подземный мир находятся на полюсах планеты. Чтобы проверить это, Гитлер отправил в Антарктиду немалые силы. Получили информацию, что есть такой же вход во внутреннюю полость земли на северном, вблизи северного полюса. И вот немцы все же думали, что этими секретами обладаем именно мы. Возможно ли, что под землей действительно есть пригодные для обитания пустоты? Историки считают, что немцы добыли тому доказательство и вывезли с Кольского полуострова многочисленные артефакты. Неужели шумерский великан Гильгамеш, библейский Немрод и древнегреческий Антей в древности имели реальных прототипов? И люди действительно сталкивались с гигантами. Память о расе разумных исполинов сохранилась в легендах и мифах разных народов Земли. Могли ли несколько тысяч лет назад на этой планете жить великаны? Кем они были? Предками человека разумного или некой параллельной насы? Остров Сардиния. В 13 километрах от городка Сан-Лури расположено поселение, возраст которого насчитывает не одно тысячелетие. Когда-то здесь жили нурагийцы, таинственный народ, о котором историкам практически ничего не известно. От древней исчезнувшей цивилизации остались лишь башни Нураги. Таких башен на острове найдено около 8 тысяч. Как в древности удавалось возводить эти гигантские каменные сооружения? И зачем их строили в таком количестве? Итальянский историк и спелеолог Марчелло Паласти к самой вершине каменного сооружения поднимается не в первый раз. Он один из тех ученых, которые еще не теряют надежды разгадать главную загадку Сардиния. Нураги возводили из огромных камней. Я всегда стараюсь передвигаться здесь как можно осторожнее, чтобы ничего не задеть. Этим сооружением тысячи лет. Что самое удивительное, здесь все построено без использования каких-либо строительных смесей или гвоздей. Многие из древних каменных башен Нураги были разрушены еще в VI веке до н.э. Когда Сардинию завоевал Карфаген. Но этот комплекс тогда уцелел. Кладка оказалась очень прочной. В чем ее секрет? Строители Нураги использовали разные по твердости и прочности породы. И каждый последующий ряд камней немного сдвигался к центру. Все Нураги, как и эта башня, имеют конусообразную форму. Внутри находились скрытые галереи и тайные ходы. Некоторые ученые называют все эти башни Манхэттеном Средиземноморья. Это настоящие доисторические небоскребы, выстроенные из камней. Известно, что величием башен Нураги были поражены еще прибывшие на Сардинию финикийцы, а вслед за ними и рибли. Ученые датируют Нураги началом бронзового века. Когда-то на острове возвышалось около 30 тысяч таких сооружений. До наших дней сохранилась лишь малая часть. Но как люди, прежде не возводившие никаких построек, вдруг сумели создать столь сложные и совершенные сооружения? Нураги, как правило, состоит из центральной башни с так называемым ложным куполом. Этот купол напоминает купола на современных церквях. Но только создан он был лишь из камней, которые благодаря сверхточным расчетам поддерживают друг друга. Глыбы у основания купола весят до 8 тонн. Камни укладывали один на другой. Здесь нужен был высокий интеллект. Оказалось, что это лишь вершина айсберга. Раскопки показали, что вместе с древними башнями, как правило, строился еще и целый подземный город. Археолог Альфонсо Стиглиц сейчас ведет раскопки в одном из таких комплексов, расположенных в 100 километрах от Кальяри, столицы острова Сардин. Под землей оказались колодцы с водой для повседневного использования. Есть и что-то вроде склада. Вообще, часто есть проходы, которые объединяют одну башню Нураги с другой. В Нураги, где я сейчас веду раскопки, старики рассказывают, что якобы был тоннель, который из Нураги доходил до центра поселка. Но мы его пока не нашли. Ученые не сомневаются, что Нураги построили не дикие племена, а весьма цивилизованное общество с развитым сельским хозяйством и производством. Стены некоторых зданий оказались украшены изображениями животных, например, быков, коз, свиней. А в самих поселениях были найдены злаковые и семена многих растений. Невозможно построить здания таких размеров, не обладая экономической мощью. Речь идет о развитом сельском хозяйстве. Мы знаем, что создатели Нурагов выращивали много злаковых. Пшеницу, овес, проса. Они занимались виноградарством, а значит, было и виноделие. А это уже специализированное производство. Выращивали инжир. При раскопках были найдены остатки инжира, который, вероятно, также использовался для производства вина. Но зачем понадобилось на таком плодородном солнечном острове возводить башни Нураги? Историки выдвигают немало версий. Самое распространенное – Нураги были оборонительными сооружениями. Вокруг главной башни часто строили несколько малых, соединяли их стеной. Получался древнейший прообраз феодальной крепости. На карте Сардинии сохранилось несколько таких крупных комплексов. Самый известный – Барумини. Вот только башен Нураги на Сардинии в период расцвета этой загадочной цивилизации было построено десятки тысяч. Не слишком ли много укреплений для одного острова? Сторонникам версии о военном предназначении Нураги пришлось признать поражение. И сегодня все чаще рассматривают другие гипотезы. Мы провели детальный анализ. По нашему мнению, эти здания имели общественное значение. Они находились в центре населенного пункта и выполняли многочисленные функции. Внутри Нураги, возможно, находился глава или целая группа лидеров. То есть здесь размещался политический центр. Также в Нураги хранились определенные ценности. Священные ценности. Ведь в древности политика и религия были едины. Прочные каменные башни действительно вряд ли могли когда-либо пустовать. Возле Нураги были найдены осколки керамической посуды, фигурки из меди и даже из серебра, созданные в разные исторические периоды. Но археологи вынуждены признать, что те люди, которые жили здесь в бронзовом веке, не обладали недостаточными знаниями, недостаточными техническими возможностями для строительства столь сложных конструкций. Да и зачем им было прилагать столько усилий? Возводить десятки тысяч каменных башен. По мнению историка Марчелла Паластрик, ученым стоит прислушаться к древним легендам. Возможно, те, кто строил Нураги особых усилий, и не прилагали. Это были гиганты, которые легко поднимали мегалиты на вершины холмов и устанавливали каменные блоки друг на друга. Более того, от цивилизации великанов сохранились не только величественные Нураги, но и многочисленные захоронения. На Сардинии их так и называют – могилы гигантов. Марчелло Паластрик исследовал десятки таких захоронений. Это большая могила гигантов, которые, если верить легендам, сделаны людьми, обладающие необычной силой. Настоящие гиганты. Это доисторический памятник в виде стеллы. Представьте себе, он уходит на три метра под землю, а его общая высота – шесть метров. Неужели на острове Сардинии в далеком прошлом жили гиганты, рост которых достигал 5-6 метров? Ученые говорят, что определить, когда именно появились могилы гигантов, невозможно. Возраст этих памятников – затея на исходе. Но это не просто захоронения, а настоящие каменные склеты. Выложенную плитами нишу накрывали гигантским надгробным камнем, а рядом устанавливали вертикальную плиту или даже выстраивали фасад. Эти захоронения называют могилами гигантов из-за размеров. Идея была такова – большая могила для большого человека. Но то, что мы нашли во время раскопок – это обычные люди, обычных размеров. Но при этом сами могилы очень большие. В научной среде даже появилась версия о том, что могилы гигантов создавали специально для массовых захоронений. Ведь внутри этих склепов были обнаружены лишь останки обычных людей. Их действительно хоронили сотни. Но куда подевались останки самих гигантов? За много тысячелетий остров Сардения пережил немало природных катаклизмов. Землетрясений и наводнений. Могилы могли быть потревожены. Однако исторические документы свидетельствуют о том, что еще 200 лет назад на острове Сардения действительно находили останки гигантов. В 18 веке был очень важный уважаемый человек Падре-Иезуит Антонио Брешани, который утверждал, что нашел внутри одной из могил гигантов остатки человека высотой минимум 3 метра. Так что не только легенды, но и исторические записки говорят о присутствии гигантов в этих могилах. По мнению отца Антонио Брешани, это было место построено гигантами, а уже позже оно использовалось обычными людьми. Но откуда на Средиземноморском острове появились гиганты? Кто они такие? Может, не случайно в античных мифах и священных текстах содержится так много упоминаний об этих загадочных существах? Если верить древним источникам, гиганты не просто не уступали людям в своем интеллектуальном развитии, но даже превосходили их. Древнегреческие авторы Гомер и Гесиот писали о том, что когда-то гиганты противостояли самим богам. Кем же были эти таинственные исполиты? И как долго они обитали на острове Сардиния? Любопытная вещь, которую мы заметили. Количество могил гигантов и башен Нураги несопоставимо друг с другом. Могил намного меньше, чем поселений. Конечно, могилы могли разрушиться, но в любом случае их очень мало. По одной из гипотез великаны жили на нашей планете параллельно с предками современных людей. Как гласят легенды, сами они не умирали, а погружались в ритуал сна. Их каменные могилы позволяли общаться с усопшими предками и даже перемещаться в иные миры. Это вход в могилу гигантов, внутри которой через эту нишу люди отправлялись в их путешествие в потусторонний мир. Могила представляет собой небольшое углубление или котлован, покрытый камнями. цивилизация, оставившая после себя тысячи башен нураги, тоже куда-то бесследно исчезла. Более того, нурагийцы заранее замуровали все входы в башни и засыпали их землей. При этом возле поселений никаких котлованов найдено не было. А значит, землю для гигантских курганов привозили издалека. Лишь в 1949 году в результате разрушительного наводнения, постигшего Сардинию, многие курганы были размыты и несколько нурагетических комплексов снова увидели свет. Почему величественные из Болины оставили о себе так мало сведений? И куда исчезли гиганты с острова Сардиния? В далеком прошлом на планете были идеальные условия для гигантов. Теплая погода, много растительности, а значит, пищи. Но наступило глобальное похолодание. Гиганты и животные, и люди просто не смогли выжить в холодном климате. Была и духовная деградация гигантов. Именно поэтому их кости, их останки предпочитают не выставлять в музеях. Да, я думаю, гиганты существовали. Они были такими большими и даже намного больше. На Сардинии почти во всех башнях Нураги в специальных углублениях под стеной археологи находят странный для средиземноморского острова артефакт рога оленя. Неужели для тех, кто строил Нураги, именно олень был священным животным? А может эти предметы сохранили те самые великаны? Российский писатель, обладатель целого ряда литературных премий Сергей Алексеев своими глазами видел не только могилу великана, но и захороненные в ней останки. Правда, случилось это за тысячи километров от Сардинии, в Сибири, недалеко от деревни Аллейка, там, где прошло его бедство. Семилетним мальчишкой он вместе с друзьями прибежал на кладбище, где мужчины выкапывали могилу для умершего односельчанина. То, что случилось на поверхность извлекли останки настоящего великана. Один из могильщиков был значит дядя Илья Христолюбов, такой здоровый мужик, метр, наверное, под два ростом, вот, длинный, такой худой, значит, и вот он вытащил эту кость и говорит, о, опять наткнулись, то есть там натыкались часто на эти кости, значит, опять наткнулись и смерил. Вот мое детское сознание отметило вот что, он стоял, он был высокий человек, и она была, эта кость, берцовая кость, была ему по пояс. Чьи останки находили жители Томской области? Неужели в Сибири когда-то обитали гиганты? У Сергея Алексеева и его земляков в этом нет никаких сомнений. Он отлично помнит, как в загадочном захоронении кроме берцовой кости был найден и огромный череп. Череп, он был без нижней челюсти, насколько я помню. Размером был где-то в диаметре, наверное, сантиметров 50, может быть, побольше, может, 60. Был черный совершенно. Я помню, что у него песком были забиты глазницы, значит, и пазухи носа, и глазницы были забиты, и череп был целый, зубы были верхние, поскольку нижней челюсти не было, только верхние зубы, и верхние зубы были размером где-то сантиметров по 5. Огромный череп поставили на пень в сосновом бару близ кладбища. Подходить к нему мальчишки побаивались, разглядывали удивительную находку издалека. А взрослые из случившегося не делали события. Останки гигантов в этих краях находили раньше. Вызывать специалистов из областного центра уж тем более из столицы никто не стал. В послевоенные 50-е годы было не до научных сенсаций. А спустя несколько дней череп великана попросту развалился на части. Я спрашивал потом уже будучи взрослым, вот череп стоял, куда он делся? Говорит, а он развалился. То есть в земле он был целый, а когда его видимо вытащили на воздух на свет, он скорее всего он как-то очень быстро сопрел и развалился. Но там около этого пня лежали еще долго лежали эти кости, которые значит их выложили, а потом видимо куда-то эти кости закопали. Сказали, что это все-таки же человеческие кости, надо зарыть. Но когда именно в Сибири жили те самые великаны? В Томской области до сих пор рассказывают удивительные истории о том, как люди встречали гигантов еще в середине прошлого лета. Великанов прозвали лесными дядями. Их рост достигал пяти метров, но никакого вреда людям они не причиняли. Напротив, сами старались держаться подальше от населенных пунктов, уходили в глубь сибирской таюни. Может, лесные дяди последние представители некогда могущественной высокоразвитой цивилизации гигантов. Условия жизни на планете Земля изменились, и великаны уступили свое место современному человеку. Вот эти великаны, вот эти лесные дяди были обречены на вымирание. На вымирание медленное. Это не так, что сразу взяли все как динозавры и умерли в одночасье. Скорее всего, эти процессы длились очень долго, и где-то, где позволяла газовая атмосфера, они сохранялись дольше. Это, например, вот почему в лесах их видят, почему это лесной дядя? Да потому, что, наверное, они там еще могли жить. Кто господствовал на нашей планете до появления человека разумного? Может, когда-то на Земле обитали совсем другие существа? Ученые доказали, что малейшие изменения таких показателей, как скорость вращения планеты вокруг своей оси, сила гравитации и атмосферное давление приводят к необратимым изменениям в анатомии живых существ. Ни для кого не секрет, что когда-то Земля была планетой гигантов. Так может, рядом с динозаврами жили и разумные великаны? В начале 70-х годов в африканском государстве Габон французская компания добывала урановую руду. Неожиданно оказалось, что содержание расщепляемого урана 235 в пробах значительно ниже предполагаемого. Тогда стали исследовать, не был ли этот уран уже кем-то использован. Обнаружилось, что урановое месторождение Вокло в Габоне имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти к выводу. Почти 2 миллиарда лет назад, а точнее 1 миллиард 750 миллионов лет назад здесь находились 14 атомных реакторов. Все это подсчитано физиками с большой точностью. Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор? Могли ли представители древних цивилизаций посещать нашу планету тысячи, миллионы, а может и миллиарды лет назад? Кто и каким образом менял форму гигантских каменных глыб и даже целых горных вершин? В Приморье скалы обрабатывали на высоте от 700 до 1000 метров над уровнем моря. Что же представляет собой материал, который в древности кто-то так виртуозно преобразовывал? Это гранитоиды. Почему я говорю не граниты, а гранитоиды? Потому что эти интрузивные массивы имеют сложное петрохимическое образование. Там граниты собственно могут переходить в граны сиониты, в граны диориты и даже в диориты. По одной из версий из местной горной породы в древности на Дальнем Востоке производили высокопрочный материал геополимерный бетон. Он застывал в течение 15-20 минут. Этой технологией владели не только обитатели Приморья. Многие гигантские сооружения на планете построены из такого же из города дракона образцы с пирамидой Хеопса и образцы с Мачу-Пикшу то мы увидели что они все одной и той же структуры. Но куда исчезла эта высокоразвитая цивилизация? Почему о ней осталось так мало сведений? Ответить на эти вопросы академическая наука пока не в силах. Есть лишь гипотезы. Одна из самых распространенных развитие древних цивилизаций не раз останавливали глобальные катастрофы. В результате одной из таких космических катастроф огромное космическое тело упало на нашу планету. Это активизировало вулканы Земли и даже привело к смещению континентов в сторону Атлантического или Тихого океанов. Была уничтожена цивилизация о которой до наших дней сохранились лишь легенды. Однако именно благодаря последней глобальной катастрофе на Земле появился современный человек. Новые условия обитания оказались благоприятны для жизни нашего вида. Но по мнению многих ученых время расцвета нашей цивилизации уже истекло. И совсем скоро появится новый вид. Вот у нас в прошлом году было зафиксировано явление замечательное. Земля почему-то начала медленнее лететь по орбите. То есть так она двигалась со скоростью там 26 километров в секунду с копейками. А сейчас только 20-20. За последние 15 лет Земля тормозила. Почему? Ответа нет. Метеорологи фиксируют аномально высокие температуры на севере планеты. Мощные наводнения и цунами повторяются из года в год. Очевидно, что во всех уголках земного шара стремительно меняются климатические условия. Как все это отразится на человеке? Ученые убеждены, людей, как и все живые организмы, планета кардинально изменит уже в ближайшие десятилетия. И этот необратимый процесс уже запущен. Причем на клеточном уровне. 11 августа 1999 года впервые явный сдвиг земной оси зафиксировали. Это документально было. Что произошло одновременно практически. Изменился спин вращения атома водорода с левого вращающего на правого вращающего. И это тоже было своевременно зафиксировано и физиками, и астрофизиками. К чему приведут такие изменения? Этого пока никто не знает. Но уже сегодня медикам приходится пересматривать стандартные нормы таких показателей, как, к примеру, артериальное давление или частота сердцебиения. Наш организм пытается подстроиться под изменившиеся условия жизни на этой планете. В августе 1940 года подписчики американского научно-популярного журнала National Geographic получили свежий номер издания. Он начинался с леденящей кровь публикации. В небольшом городке Паула, который расположен на северо-востоке острова Мальта, несколько подростков наткнулись на вход в узкий тоннель. Любопытство перебороло здравый смысл и затянуло детей в таинственный подземный лабиринт. Обратно они не вернулись. Обеспокоенные родители сообщили властям о пропаже подростков. Искать детей в подземелье вызвались волонтеры. Но они также бесследно исчезли. После чего лаз в тоннель замуровали. Спустя месяц еще 30 школьников, которые гуляли в районе замурованного тоннеля, также не вернулись домой. Как позже выяснилось, почти под всей центральной частью города находятся какие-то таинственные лазы и коридоры, уходящие в глубину. Все они скрыты под фундаментами домов. А тот, кто когда-то пытался туда проникнуть, бесследно исчезал. Горожане серьезно забеспокоились, и властям пришлось признаться, под землей находится какой-то многоуровневый древний сакральный объект. Но что это такое на самом деле, никто ответить не решался. Лишь один местный старик, ткнув пальцем в землю, заявил, там гипогей, храм смерти. Этот храм, который по исследованиям, по представлениям оказывается достаточно большим, многоярусным, имел определенные залы, какие-то специальные комнаты и помещения, в которых в одних находил, сидел оракул наподобие дельфийского и вещал, и к нему приезжали паломники буквально со всего Средиземноморья. И то, что его еще называют иногда храмом смерти, это в общем не лишено оснований. Весной 1949 года археологам удалось проникнуть вглубь подземелья почти на 12 метров. Исследованное внутреннее пространство представляло из себя три уровня. Каждый шаг в лабиринтах давался с огромным трудом. В любой момент специалисты могли погибнуть в ловушках или навсегда сгинуть в каком-нибудь из тупиков запутанного лабиринта. И вдруг на третьем уровне в последнем зале невысоко над полом археологи наткнулись на несколько камер. Когда они попытались проникнуть в них, то всех без исключения охватила дрожь страха. В камерах в разных позах сидели и лежали скелеты. Причем не только человеческие. Тысячи, десятки тысяч. Причем, судя по останкам, несчастные оказались здесь не одномоментно. Подземелье собирало их веками, постоянно обновляя таинственный пантеон новыми жертвами. Эти пещеры засасывали в себя людей и животных, часто пропадали очень животные. Козы заходили туда безвозвратно и люди. Вот это одна из загадок, которая до сих пор не может быть разрешима до сих пор. Люди входили туда, их тянула какая-то неодолимая сила, как рассказывают некоторые свидетели, которым удалось оттуда выбраться. Те, кто пересекал какую-то черту, заходил за предел какой-то незримый, он уходил в другой мир. То есть, было ли это подделием? Этот храм представляет из себя лабиринт. Лабиринт у всех древних народов это стремление, это жизнь, это рождение, это смерть. Поэтому правильнее этот храм можно назвать храм смерти, жизни и рождения. Лабиринт это сущность человека. Каждый день человек сталкивается, ищет возможности преодолеть, преодолеть какой-то коридор, и каждый раз человек сталкивается с проблемой, большой или малой. Столкнулся, значит, он ищет путь дальше, как обойти. В облике мальтийских храмов нет ничего случайного. Они строились на протяжении нескольких тысяч лет, но всюду видны одни и те же архитектурные особенности и символы, повторяющиеся снова и снова, даже в подземных залах. И это говорит о том, что на протяжении всего времени существования этой загадочной цивилизации картина мира у древних обитателей Мальты оставалась неизменной. Этой цивилизации, скорее всего, которая имеет прямое отношение к мегалитическим культурам древнего Средиземноморья и Северной Европы, этой цивилизации от пяти как минимум до 15 тысяч лет. Одни говорят, что это древние Мальты, но все-таки сейчас ученые склоняются, что это все-таки иберийцы. Иберийцы это был народ, который обитал на земле нынешней Испании, но они были прекрасными мореходами, поэтому множество было их колоний по Средиземному морю. Каждый из хромов чутко делится на внешнюю и внутреннюю зоны. Первая предназначалась для обыкновенных прихожан, а вторая представляла собой святая святых, куда доступ посторонним был строго ограничен. Здесь, в святилище, жрецы в соответствии с только им известными ритуалами приносили жертвы богам и богиням, которым поклонялся народ древней Мальты. Одной из таких богинь могла быть Венера эпохи Палеолита. Статуэток с ее обликом, причем беременной, что немало удивляет историков и археологов, на острове найдено немало. Кстати, именно такие статуэтки точно такие были найдены у нас в Костенках на территории Европейской части и это одно из звеньев связей, глубоких связей между нашими южными районами России, Украины, Крыма и Северным, Центральным и Южным Средиземноморьем, которые еще предстоит открыть. Несколько лет назад эксперты одного из общественных фондов изучения архитектурного наследия Мальты обнаружили странный эффект в подземном храме. Выяснилось, что строители преднамеренно использовали акустические возможности стен, чтобы создать особую частоту резонанса, приводящую к изменению состояния сознания человека. Ученые измерили резонансную частоту в подземных помещениях гипогея. Оказалось, что она находится в пределах 110 герц. Это диапазон низкого мужского голоса. Чуть позже специалисты фонда провели опыт. Они пригласили статистов и подвергли их колебаниям звука в этих же самых пределах. Потом сняли с них электроэнцефалограммы. Результаты эксперимента показали невероятный эффект. У добровольцев произошло изменение мозговой деятельности и сознания. Случились серьезные расстройства речи. Кроме того, оказалось, что частота в 110 герц способствует активации правой доли коры головного мозга, которая отвечает за раскрытие интуиции, образного мышления, проявления эмоций. В таком состоянии легко медитировать и быть загипнотизированным. исследователей очень удивил тот факт, что наши древние предки владели широкими познаниями в области акустики и функционирования человеческого мозга. По одной из версий, создание такого резонанса нужно было жрецам для того, чтобы они могли повергать своих послушников в гипнотическое состояние и проводить ритуалы. в Мальтийском национальном музее археологии имеют свое мнение об этом необычном акустическом эффекте. Они утверждают, что на втором уровне гипогея есть палата оракула. Там находится маленькая овальная ниша, расположенная на уровне лица. Если в этой нише что-то произнести низким мужским голосом, то звуки резко отражаются от всех стен в подземном храме. Наличие помещений с хорошей акустикой, то есть это говорит о том, что в этих помещениях предполагалось проведение каких-то служб, каких-то мероприятий. И наличие статуи и других украшений, что опять же говорило о том, что здесь должны были находиться живые люди, которые должны были любоваться этой всей неземной красотой. то есть и наличие лестниц, переходов и других удобств для людей живых, а вовсе не мертвых, которым все выше перечислено, не нужно. Есть вполне резонное предположение, что гипогей стал храмом смерти гораздо позже. Именно тогда, когда Мальту навсегда оставили древние обитатели и опустевшее таинственное подземное сооружение, стало ловушкой для людей, появившихся на свет в более поздней эпохе. Многие годы спустя люди, которые жили там на окрестных улицах этого городка Паола, где находится пещера Гипогей, вот они слышали, якобы слышали какие-то протяжные крики, стоны из глубины земли, подходили к этому храму подземному и не могли просто оторваться от услышанного, что называется. Исторические летописи повествуют о совершенно удивительных вещах. Конец эпохи храмовых строителей Мальты имеет довольно точно обозначенную дату 2300 год до нашей эры. Цивилизация, создавшая блистательные памятники культуры, в том числе и таинственные подземные объекты, исчезает внезапно и необъяснима. В наше время было выдвинуто множество теорий, объясняющих эту загадку, но ни одно из них нельзя считать вполне убедительной. Археологи не нашли никаких основательных свидетельств того, что цивилизация храмовых строителей погибла в результате природной катастрофы. Гипотеза о том, что мирные мальтийские земледельцы поли жертвы воинственных соседей, высадившихся на островах, также не нашла подтверждения. Новые переселенцы, появившиеся на Мальте в конце бронзового века, застали здесь уже опустевшие, но никак не разрушенные постройки. При этом нигде на побережье нет явных следов бегства древних обитателей острова. Но они как-то же ушли? И главное, куда? И здесь с высокой долей вероятности можно предположить, что гиппогей не столько храм, сколько тайное подземное убежище, а может быть даже портал для срочной тайной эвакуации с острова в случае смертельной опасности. И такой портал на Мальте, как оказалось, не единственный. Надо говорить о всех остальных подземных сооружениях на Мальте, а может быть даже правильно говорить о сооружениях того периода подземных в мире. Их насчитывается достаточно много. Но даже если мы будем рассматривать подземные коммуникации только на одном небольшом островке затерянном посреди Средиземного моря на Мальте, даже в этом случае правильнее было бы говорить о разветвленной сети подземных дорог и подземных сооружений, между которыми внимание можно было путешествовать целый день. Действительно, что касается сети катакомб под Мальтой, то некоторые старинные источники указывают на то, что эта сеть разветвлялась не только под поверхностью острова. Ходы шли вглубь и в стороны, продолжались и под морем, и по слухам тянулись до самой Италии. По крайней мере, в древности, в античные времена, многие источники указывали на это. Можно сделать предположение. Древние обитатели Мальты оставили остров, перебравшись по тоннелям, проложенным под Средиземным морем, на материк. Но есть другая гипотеза. Никакие новые места на Земле древняя цивилизация не стала обживать. И никуда по тоннелям под морем не перебиралась. жители Мальты почувствовав смертельную опасность на поверхности, просто ушли вглубь острова. В те самые заранее подготовленные лабиринты, в точности повторяющие наземные храмы, но перевернутые зеркально. И в этих подземных лабиринтах они создали все условия для жизни, в том числе и энергетические установки для поддержания климата, фотосинтеза, производственной деятельности. Дело в том, что есть такое предположение. И в 80-х годах мне рассказывали знатоки, исследователи древности, что вероятно, вероятно, в центре, на большой глубине этого лабиринта, а это прежде всего лабиринт, находится так называемая перевернутая пирамида. Только лабиринт берет эту энергию и преобразует ее как некий конденсатор. И в общем-то люди что-то могут уже там делать на этой территории. Значит, при наличии определенных условий существовать в подземелье возможно. Это кажется фантастикой, но во многих легендах разных народов говорится о существовании разумной жизни в недрах нашей земли. Как известно, легенды на пустом месте не рождаются. Причина исчезновения некогда цветущих цивилизаций одна из самых сокровенных тайн. В мировой истории уже случались прецеденты, когда целые народы вдруг бросали жилища и уходили неизвестно куда. Так в середине десятого века высокоразвитая цивилизация индейцев майя в спешном порядке покинула свои города, оставив в домах вещи, даже не забрав со стола еду. После семнадцатого века безлюдным стал остров Пасхи. Пропали люди, установившие гигантских каменных истуканов ростом до 21 метра и весом до 90 тонн. В торопях оставили массу заготовок для этих фигур. Словно бы покидали родные места ненадолго. Однако катастрофы с индейцами и жителями острова Пасхи произошли относительно недавно, уже в нашей эре. На Мальте же что-то случилось в доисторические времена. Кстати, так называемый последний, он же третий уровень, в Гипогее был построен в том же промежутке времени, когда создавшая храм цивилизация таинственным образом исчезла с острова. Получается, что она ушла в подземелье? А те таинственные мохнатые существа, на которых более полувека назад наткнулась английская исследовательница Луиза Джезеп, и есть живущие поныне в подземном храме Гипогей потомки древних обитателей Мальты? Говорят, что ученым по этому поводу что-то известно, но делиться информацией они пока не хотят. На некоторых участках работы исследовательские приостановлены, ну, я бы сказал, да, может быть, даже засекречены, скажем, ученые знают, что вот там за этой стеной есть ходы, они уже простучали, допустим, знают, или что есть еще спуск, а там очень много тайников, лазов, какие-то камеры загадочные, таинственные, в том числе и погребальные камеры есть. Не так давно на Мальте археологи обнаружили еще один подземный храм. По предположениям ученых, он гораздо больше, чем гипогеи. Смогут ли исследователи разгадать новую загадку? Время покажет. Нам же остается терпеливо ждать и надеяться, что скоро мы станем свидетелями невероятных открытий.